всем здравствуйте с добрым 29 марта я представляю вам сегодня обзор клинков которые в принципе меня уже очень давно спрашивают но мне как это все до них руки не доходили и вот случилось и это 4 клинка танта из дамасской стали коротких и 4 клинка танта из дамасской стали длинных по структуре сейчас буду показывать с коротких начинаем отверстие 4 миллиметра сверлились очень сложно в сыром состоянии незакаленным твердосплавным сверлом то есть сырло расходовалось быстрее чем происходило сверление этот дикий дамаск ну да решил клеймом чукнуть аптеки ко мне конечно уже не вратятся перекупщики в смысле их правильно назвать потому что не любит когда клеймо что-то еще такое но этого для вас для заказчиков которые в частном образе заказывают дикий дамаск тут я подвел кромочку для того чтобы при заточке у вас не возникло каких-то там заморочек потому что знаю что многие затачивают на обычном камне что вообще для ножа для любого ножа для любой стали это просто противопоказано и чтобы все это дело не перегрелась вот я вам вот так вот предусмотрительно это сделал этот уже не дикий открученный дамаск также с кромочками термообработка не максимальная то есть всего лишь 61 единица все почему потому что танта в основном используют не просто для реза легкого и красивого а еще и для какой-то там рубки ковыряния строгание там и прочего прочего чтобы у вас не вышло какого-нибудь там непредвиденной случая такого ситуации сделано так то есть ну чтобы у вас нож получился в принципе вечным как то так этот коротенький коротенькие это чтобы не быть голословным взял линеечку сейчас мы с вами вот так вот приставим и это у нас сто тридцать восемь миллиметров ну без учета хвостовика хвостовик кому интересно шестьдесят пять вот так это ну плюс минус тут небольшой из тех что подлиньше вот тут немножко со слоями лишку туда ну лишку это немало конечно но все же сейчас ведь покажу тут мне как и мелкий такой структурный рисунок просто мельчайший также кромочки везде предварительные так это было крученка это вот этот есть дикий дамаск обратите обушок обух точнее клинообразный кстати вам показывал до этого и не сказал об этом что где-то там еще есть такой где-то там из маленьких кстати вот он вот тоже клинообразный так у этих все а вот тут где-то еще есть такой клин значит он у того крайнего это тоже очень-очень мелкий рисунок такой крученый тоже маленько перебор произошел с количеством слоев сейчас мы их замерим сколько там да вот он вот этот вот с клинообразным обухом я пытаюсь поймать здесь вот отблеск света чтобы вы рассмотрели как следует так и что у нас по длине 177 клинок вот что-то и 70 хвостовик стараюсь сегодня же их разместить на сайте так как люди многие уже заждались она мне какой-то гора с плеч я отделался от этого момента ну это не самые мои любимые варианты танто делать поэтому можно так сашей отделался и займусь чем-то еще другим сейчас посмотрю что у меня по плану а на этом принципе все до новых встреч до новых обзоров